Приветствуем вас на официальном канале РХГА и очередная программа из рубрики «Простая психология. Разговор с экспертом». Мы с вами встречаемся каждую в среду в 16.30. И сегодня у нас в гостях Любовь Викторовна Крылова. Это психолог-консультант и преподаватель РХГА. Любовь Викторовна ведёт много дисциплин, но, наверное, психологическое консультирование это тема сегодняшнего нашего блока, это одна из базовых тем. И, наверное, я бы сказала, что психологическое консультирование это самое интересное, таинственное и наполненное мифами в нашем представлении о психологии. Любовь Викторовна, действительно, это такая таинственная сфера, наполненная богатым содержанием, то, что мы иногда видим в кино, вот эти вот картинки, клиент, психолог, там, не знаю, кушетка. Действительно, это вызывает большой интерес у студентов и просто у людей, потому что особенно те, кто не дошли до кабинета психолога, консультанта, они начинают фантазировать и строить свои проекции на основании всяких действительно фильмов. На сегодняшний день, конечно, это несколько изменилось, но мы же действительно испытываем интерес, когда не знаем, что там за этой дверью. Но в целом есть ожидания, конечно, и у психологов от клиентов, и у клиентов от психологов. И тут главное, чтобы эти ожидания совпали. Поэтому действительно это интересная область во всех смыслах. Ну вот можно представить, что ждёт клиент от психолога. И здесь вот прежде, чем мы перейдём к обсуждению этой темы, я напомню, что у нас есть возможность написать ваши вопросы в чате. Пожалуйста, если у вас вопросы возникают, вы пишите, мы прочитаем, я озвучу. Но представление, скажем так, клиента, что вот он придёт, расскажет что-то такое глубокое, что у него болит, и тут консультант раз и найдёт решение, расскажет ему, знаешь, что вот сделай раз, два, три, и через неделю или пару недель. А некоторые, кстати, думают, что уже завтра всё изменится. И всё изменится, и жизнь потечёт прекрасно. Вот, на мой взгляд, это, наверное, главный миф. Ну, соглашусь, да. Многие действительно ждут какую-то там волшебную палочку или волшебную таблетку, да, которую могут получить от психолога, консультанты, и таким образом как бы вся жизнь изменится. Правда, они забывают, что там они предыдущие 20, 30, 40, 50 лет жили определённым образом, а потом вдруг жизнь не должна измениться. Такое вряд ли бывает, да, это же всё-таки не волшебство. Вот, но подходы действительно бывают разные. Кто-то ждёт совета, кто-то ждёт какого-то рецепта. Ну, то есть действительно как бы разные совершенно такие, ну, мифические, что ли, даже магические какие-то, может быть, действия от психолога. Вот, но действительно сейчас есть и большое количество людей, которые реально понимают, что это невозможно, готовы работать, готовы трудиться над собственными какими-то сложностями, ну, вообще думать, да, по поводу того, почему они живут именно таким образом, а не другим. И тут, конечно, могут совпадать, да, как бы ожидания друг от друга. И учитывая, что нас наверняка смотрят и слушают те, кто может быть, думают связать свою жизнь с профессией психолога, может быть, кто учится, а наверняка есть такого же рода мифы и радужные ожидания со стороны вот самого психолога, что вот я – это такой человек, я смогу сразу разглядеть, в чём проблема, сформулировать, и жизнь изменится. Вот есть, наверное, и такие мифы со стороны психолога-консультанта. Конечно, конечно, мы ждём всегда в кабинете человек, который уже много чего понимает про свою сложность, трудность. Ну, проблемы, слово мы редко используем, как бы это такое клише, да, к которому мы стараемся уходить. То есть человек, который готов размышлять, думать, отвечать на наши вопросы. Нам кажется, что наши гипотезы могут обязательно попасть. И это большое разочарование, когда тебе кажется, что вот, ты уже всё поняла, оказывается, это вообще всё не так. И здесь, особенно когда начинаешь только работать в этой профессии, то здесь могут быть много разочарований на свой собственный счёт, потому что человек очень сложно устроен. И как только тебе кажется, что ты всё понял, скорее всего, ты не понял ничего. То есть это первый признак того, чтобы нужно остановиться и действительно как-то посмотреть, возможно, ты чего-то не увидел ещё, да, в человеке не разглядел, потому что это такое первое впечатление, оно обычно обманчиво. А есть, наверное, какие-то алгоритмы, как распознать, что ты как консультант находишься в неком иллюзорном представлении, и твой клиент говорит совершенно не о том? Есть такие алгоритмы? Ну, таких прямо алгоритмов, да, чётких, наверное, не существует, но есть разные вербальные и невербальные признаки со стороны клиента, когда он соглашается или не соглашается с предложенной гипотезой или с вашей какой-то идеей. Иногда это могут быть просто какие-то жесты, да, когда человек говорит, да, но на самом... Ну, то есть он вроде как так логически же всё излагаешь, ему кажется, да, похоже, вот. Но он может всячески, там, не знаю, двигать руками или как-то отодвигаться от тебя, то есть, ну, как бы показывая, что вообще-то это не совсем про него. Вот. Кто-то может прямой не согласиться сказать, нет, это не совсем про меня. Ну, а кто-то может пойти подумать, то есть сказать, что да, наверное, но потом прийти и в следующий раз сказать, что я вот думала, и оказывается, это не так. Вот. Ну, а есть, конечно, такой крайний вариант, человек может просто от нас уйти, потому что будет чувствовать, что мы его не поняли, и, в общем, как бы, ну, и мы не подошли ему как психолог. У меня сейчас создаётся такое впечатление, что психолог-консультант – это даже не помощник, да, тот, кто даёт, ну, вот какой-то совет или, там, не знаю, пожелание, как двигаться по жизни, а это наблюдатель-исследователь. Ну, мы со-исследователи, да, то есть вот наша задача действительно, как бы, помочь клиенту, помочь другому человеку, как бы, показать, что мы на его стороне всегда. То есть мы вместе как бы ищем какие-то решения, мы вместе исследуем какие-то вопросы, проблемы, там, ну вот, то есть мы вместе, да, то есть вот это очень важный момент. И, конечно, мы работаем во многом как зеркало, то есть отражаем какие-то, не знаю, там, идеи, мысли, чувства другого человека, потому что он не всегда сам понимает, что с ним происходит в данный момент. То есть как только он эту мысль озвучивает, и даже когда мы можем просто отразить её через эхо, да, просто повторить, она может совершенно прозвучать по-другому и, как бы, ну, совершенно по-другому быть осмысленной. То есть консультант – это зеркало, в котором клиент может разглядеть, что с ним происходит. И получается, что он может прийти на консультацию с представлением, что вот у него болит здесь, но на самом деле болит в другом месте. И задача консультанта как раз разобраться и не столько самому понять, сколько дать понять вот этому человеку, что вот у него что-то происходит. А опять-таки, насколько это реалистично, да, вот я понимаю, врач-рентгенолог, да, вот ты запустил человека в аппарат, и там всё видно, вот что у него внутри. Как у психолога это получается? Ну, конечно, это, во-первых, не всегда удаётся. Иногда, ну, мне кажется, что иногда клиент может делать несколько заходов даже в процессе жизни, решая какой-то вопрос, он может прийти к психологу-консультанту и как-то расширить своё представление о чём-то, но это не означает, что эта проблема исчезла раз и навсегда. Она просто на каком-то этапе решилась именно таким образом. Очень часто бывает, что там приходит человек, мы обсуждаем какой-то вопрос, и он говорит, вот, опять 25, я уже, значит, там, 5 лет назад с этим вопросом ходил там к другому консультанту или там по-другому как-то решал сам этот вопрос. То есть он как будто возвращается многократно к этой проблеме. Конечно, если бы у нас был такой прибор, как там рентген, да, то мы бы могли очень быстро, да, решать свои сложности. Но, к сожалению, иногда это бывает, что там годы могут на это уходить, а иногда даже и там вся жизнь, да, если это какая-то серьёзная глобальная проблема. Получается, что у психолога-консультанта нет вот этого прибора, который может ему дать абсолютно достоверную информацию, и, ну так, грубо говоря, он сам выступает этим прибором, да? Ну, по большому счёту, да, личность психолога, несмотря на то, что, конечно, мы учимся всяким методам, методикам, технологиям, это как наши инструменты. Всё равно основной прибор – это личность психолога, поэтому так много серьёзных требований именно к личности психолога. Вот как раз наш зритель спрашивает, какими качествами должен обладать консультант, вот, наверное, как раз в эту тему. Что нужно для того, чтобы смочь осуществлять эту непростую работу? Ну, разные авторы, конечно, по-разному отвечают на этот вопрос, но вот в большинстве своём всё-таки называют одно из важных качеств – это эмпатия, да, способность вообще присоединиться к чувствам другого человека, способность встать на его точку зрения, и, к сожалению, этому не так-то просто научиться, потому что это как некое такое врождённое, что ли, качество, или приобретённое в процессе, там, ну не знаю, раннего детства, и, как бы, вот, это, конечно, важно, да, чтобы всё-таки было у психолога, консультанта, вот, но и называют массу других, да, вещей, там, типа, как опыт, да, то есть вот если это совсем молодой человек, то ему довольно сложно начинать свою практику, потому что, ну, представьте, да, сидит там молодая девушка, к ней приходит зрелая женщина, она на неё смотрит, ну, что-то деточка может мне про жизнь рассказать, да, и она может сколько угодно быть профессиональной, и сколь угодно, ну, как бы, обладать всевозможными теоретическими знаниями, ну, доверия будет немного, да, и поэтому тут действительно очень важно найти своего специалиста, да, который тебе подходит. Ну, вот, даже не только жизненный опыт, сколько опыт просто различных социальных контактов важен, да, то есть чтобы ты имел возможность с разным, ну, с большим количеством разных людей общаться, и таким образом, да, вот, как бы, именно опыт общения ценен, да, в этой части. Иногда называют, знаете, там, такие качества, ну, во-первых, интеллект, да, извините, совсем забыла, интеллект – это, да, очень важное качество, и считается, что интеллект может покрыть даже отсутствие опыта, ну, в том плане, что, как бы, компенсировать, потому что действительно умение проводить какие-то логические причинно-следственные связи, ну, там, делать историческую, там, перспективу, да, куда-то там обращаться, предположим, в детские какие-то периоды, умение строить какие-то гипотезы, теории, да, на основании того, что говорит вам клиент – это, конечно, ну, интеллектуальная деятельность, что и говорить. Вот, ну, и, мне кажется, вот, с моей точки зрения, еще очень важное качество – это интерес, вообще глубокий интерес к людям. Вот просто тебе интересно знать, как это устроено, потому что если этого интереса нет, то никакие теоретические, сложные интеллектуальные построения, они, к сожалению, не помогут, и клиент не почувствует, как бы, вот, что вы, как бы, к нему, да, проникаетесь, и вот как-то откликаться не будет у него, скорее всего, то, о чем вы говорите. Хотя, вот, как я уже говорила, он может логически соглашаться, говорит, да, наверное, возможно, но они будут чувствовать, что это про него. Вот, ну, это такие, вот, мне кажется, самые важные. А вот интересно, такой сложный, достаточно уникальный набор качеств, мы понимаем, что на стадии, когда человек выбирает свою профессию, может быть, он еще молод, недостаточно зрел, есть ли какой-то отбор в этой профессии? Вот ты входишь вместе с другими, а как дальше это происходит, что вот ты понимаешь, у тебя есть этот набор? И что происходит, например, когда вот человек понимает, что, ну, вот, чего-то не хватает? Ну, вот, я не назвала одно качество, но мне кажется, оно тоже здесь очень важно. Вот вы сейчас заговорили, оно как-то сразу во мне откликнулось. Это вообще хорошее знание бы себя, да? То есть психолог должен хорошо знать себя, он должен знать свои слабые стороны. Ну, он же тоже человек, у него предостаточно своих проблем, и там ни у кого не бывает прям абсолютно безоблачное счастливое детство, какие-то были там и травмы, ну, травмы это громко сказано, но тем не менее, да, какие-то сложности в этой части. Вот, и знать свои слепые пятна и какие-то вот такие тонкие места необходимо, да? И многие, как раз те, кто приходят в эту профессию, они имеют именно глубокий интерес к самому себе. То есть им просто интересно понять что-то про себя, что-то узнать, поэтому очень часто в профессию приходят те, кто хотят какие-то свои вопросы решить. Другое дело, что когда мы тоже в профессиональной области находимся, то, ну, лечиться от клиентов, как говорится, это нарушение этики, да? То есть мы всё-таки, да, должны это понимать. Вот я бы на этом заострила внимание, потому что, действительно, я встречала вот эту формулу лечиться от клиента. Не могли бы вы пояснить, потому что, ну, наверное, для простого слушателя не совсем понятно, о чём именно идёт речь. Мы пока догадались, что ты через клиента какие-то свои проблемы прорабатываешь. Ну, есть определённые, как бы, правила, ну, скажем, это этические нормы. А всё, что связано с этикой, это же такие непрописанные вещи. То есть это отдаётся на откуп каждому человеку. Но если, например, психолог находится, там, не знаю, ну, в стадии развода, скажем, да, то, очевидно, когда он будет работать с клиентом, который приходит с подобным вопросом, эта проблематика может совпадать, и мы просто не сможем внутри себя разделить, где наше, а где не наше, где относится к клиенту. И здесь есть такое искушение, что если мы, например, про себя это не знаем, то мы можем попасть в эту ловушку и как бы через клиента пытаться осознать какие-то свои сложности, трудности и так далее. И тут это никакой помощи не будет клиенту, зато мы можем очень сильно обогатиться и развиться в этом направлении. И это, конечно, неэтично. И вот этот случай, то, что вы написываете, меня навело на мысль о том, чем действительно отличается консультация у психолога от просто эмпатичного разговора с друзьями. Потому что, когда ты в дружеском общении, ты как раз наоборот ориентируешься на свой опыт, свое понимание, и ты как бы даешь некие советы. Вот это тоже очень важный момент. Есть еще один вопрос, который, в общем, тоже, наверное, уже немножко мы к нему стали подходить. А какие качества, наоборот, недопустимы у консультанта? Вот чего не должно быть? Ну, не знаю, трудно это назвать качеством, но может быть просто, когда есть некое злоупотребление властью. Потому что клиент приходит все-таки в особом состоянии. К нам не приходят люди, когда у них все хорошо. У них какая-то, ну не знаю, там, может быть, острая боль или что-то, или ноющая боль. Ну, в общем, какое-то его состояние, когда ему действительно трудно сейчас жить. И он, собственно, за этим и приходит. И он в каком-то смысле не всегда критично может нас слышать, психолога. То есть он как бы может это все брать на веру. Потому что он нуждается в этой помощи, в каждом слове, отклике. Поэтому злоупотребление властью, мне кажется, это самое такое качество, которое неприемлемо. И на самом деле осознать в себе, что ты злоупотребляешь властью, наверное, очень сложно. Тебе кажется, например, что ты влился в ситуацию, ты прямо так хочешь помочь. И ты тихонько так оказываешь давление на человека. А вот часто же бывает так, что ты вроде как ситуацию раскрутил, и клиент даже что-то понял, но он ничего не делает. То есть не идет движение. Вот насколько часто вообще вот такая бывает проблема у психолога, что вроде как все ясно, а движения нет. И вообще насколько важно вот это вот динамичное прохождение процесса консультирования. Ну, насчет динамики, конечно, у каждого она может быть своя. Кто-то может очень долго думать, думать, а потом вдруг начать быстро действовать. Кто-то сразу идет и пробует что-то в жизни. Такое бывает. Но распознать действительно это бывает не всегда просто. И хоть там свое совпадение с какой-то проблематикой клиента или, как я уже сказала, злоупотребление какими-то своим положениями, но все равно мы можем увидеть, что не идет процесс. И это повод нам все-таки пойти самим к психологу, пойти на супервизию, для того, чтобы разобрать, представить этот случай. Потому что мы, например, нам кажется, что мы все сделали, мы разобрались, мы там как-то вот... А оно ничего не приходит к никакому результату. И это тоже, в общем, является одним из профессиональных качеств периодически ходить на консультацию к своему психологу или супервизору, где ты можешь свой случай рассмотреть как клиентский. Ну или как бы действительно посмотреть, почему вдруг с тобой там такое происходит, почему ты вдруг там начинаешь так себя вести или иметь какие-то переживания по поводу клиента. Вот мне кажется, мы затронули сюжет, который наверняка не очень известен широкой публике, что действительно есть такое базовое представление, что психолог, который работает с клиентом, он должен с кем-то тоже консультироваться. И это для нас иногда, наверное, кажется странным, потому что, опять-таки, в бытовом представлении ты профессионал, ты все знаешь, зачем тебе это нужно. Можно поподробнее, зачем это нужно психологу быть в контакте с другим психологом? Ну, это не то, что постоянный контакт, да, просто бывают какие-то трудные случаи, сложные случаи. Например, я могу пойти к супервизору, если я вдруг чувствую, что я не хочу идти на консультацию к своему клиенту. Ой, тоже так бывает. Ну, да, например, это человек не очень мне приятный, например, я понимаю, что мы как-то ходим по кругу, или еще что-то, то есть я вдруг отмечаю про себя какие-то чувства, что мне вот не хочется. Для меня это звоночек, для меня это сигнал пойти и действительно понять, что происходит, да, то есть где-то, может быть, клиент злоупотребляет власть, и все может быть, да, то есть это, то есть что-то, чего я не вижу, потому что в обычной ситуации так не должно быть, да, по большому счету. Ну вот, и второй вопрос как бы был в этом вопросе. А, да, все, я поняла, вспомнила, про что хотел сказать. Я уже сама потерялась. Нет, бывает, что это личного касается, просто тут две стороны, да, то есть когда вдруг что-то откликается, да, какие-то чувства внутри тебя самого, вот, и это что-то происходит между мной и клиентом, да, в процессе, вот. Вот, а бывают методические вопросы. Я вот про это просто хотела сказать, что когда просто, ну, вроде как что-то вот мы все поняли, разобрали, а вот нету какого-то результата. Возможно, нужно использовать какой-то другой метод или какую-то другую технику, и мы можем тогда обратиться, ну, не знаю, к своим старшим товарищам, которые могут посмотреть на эту ситуацию под каким-то другим углом зрения и дать какой-то ценный профессиональный совет. То есть тут могут быть два вопроса, да, по которым мы можем обращаться к супервизору. Ну, вот такая очень сложная картина вырисовывается, что психолог-консультант должен таким богатством возможностей личных обладать и в то же время какими-то совершенно определенными теоретическими знаниями, вот насколько и чему можно научиться и вот как идти по этому пути профессионального становления, если ты планируешь в будущем заниматься консультированием? Ну, консультирование, оно про жизнь, да, поэтому получается, что картина мира консультанта должна включать в себя картина мира всех тех, кто к нам приходит, ну, хотя бы каким-то образом, да, то есть для этого она должна быть очень широкая, поэтому нужно просто много читать, да, вот если мы говорим, предположим, как это у нас организовано, да, то у нас на всех курсах изучается философия, на всех курсах изучается история, литература, там, антропология, то есть общие такие дисциплины, которые просто расширяют наше понимание о жизни, о человеке как таковом, поэтому вот здесь недостаточно узких знаний, получается, должен быть очень широкий кругозор, то есть должна быть, ну, такая палитра очень широкая, да, для того, чтобы действительно мог, как бы, вот, потому что это ужасно, когда приходит человек, и, например, он смотрит на вас и понимает, что вы даже не понимаете, о чём он говорит, например, то есть это... Ну, вот на прошлом эфире как раз нас в том числе спрашивали, зачем психологу нужны, допустим, философские знания, явно человек был в курсе того, как проходит обучение в РХГ, и действительно мы стали говорить о том, что человек может находиться и в культурной ситуации, и в религиозной какой-то ситуации, и если ты не способен понять хотя бы какие-то ценностные, базисные вещи, вряд ли ты сможешь вести диалог. Да, это постоянное, получается, образование, постоянное, и то иногда клиенты приносят какие-то такие интересные вещи, когда ты понимаешь, что ты не знаком с этой областью, и ты сидишь и читаешь про это, про какие-то, не знаю, олигарства, ещё что-то, неважно, это может быть абсолютно из разных областей. Но если мы действительно претендуем на то, чтобы как-то внедриться, что ли, почувствовать этого человека, то мы просто вынуждены, ну, в каком-то смысле стать ими. Я тут хотела изречь такую сакраментальную вещь, что человек должен всё время, ну, как бы, находиться вот в этом желании меняться, узнавать новое. Тут задумалось, ведь очень много, наверное, появляется новых методик, которые, наверное, нужно знать, или они там какие-то новые, открывают перспективы. Насколько вот действительно динамична сфера новых методологических открытий в психологии? Принципиально, конечно, пока ничего такого сверхпринципиально нового не появляется, но методик действительно много, да, технологий много. Сейчас, ну, благодаря там обмену профессиональному там с разными странами, всё-таки у нас много, да, появляется этих знаний. Вот. И по большому счёту считается, что раз в полгода нужно обязательно чему-то новому учиться, потому что иначе ты как бы перестаёшь ориентироваться, не понимаешь, как работают твои коллеги, сам не понимаешь уже, как работают. Ну, ты такой застой, да, какой-то. Поэтому для того, чтобы понять, на каком ты свете, да, как бы, ну, как-то себя сопоставить со своими там коллегами и профессиональными сообществами, то важно действительно посещать какие-то там, не знаю, это могут быть или какие-то краткосрочные курсы, повышение квалификации. Ну, вот знакомиться просто с тем, что на рынке, скажем так, этих услуг есть. Не факт, что всем этим можно пользоваться, и там те подходят, ну, ориентироваться в этом, конечно, необходимо. То есть это действительно постоянный процесс самообразования, как бы сакраментально это ни звучало. Как по-другому, да, всё меняется, всё развивается. И ещё такой очень интересный момент, насколько мне представляется, когда ты обучаешься ремеслу психолога, ты сам проходишь этот процесс, да, то есть в такой игровой, тренинговой форме ты выступаешь и клиентом, и психологом. Можно немножко подробнее, вот в чём смысл такого вот обучения? Ну, это же практическая дисциплина и вообще практическое знание. Поэтому можно сколько угодно читать книги, всякие теории, но как только ты видишь перед собой живого человека, как только ты сам начинаешь, что называется, открываешь рот, начинаешь что-то изрекать, вот тут-то всё как-то и меняется. Человек вдруг взял и отреагировал по-другому, а ты как бы думал, что вот у тебя такая прекрасная гипотеза была, да, в которой он должен согласиться, и всё. Он взял и не согласился. Поэтому здесь очень важно действительно практиковаться. Поэтому вот в процессе обучения, кроме теоретических, методологических всяких вещей, обязательно есть практика, которая позволяет нам побывать и в роли клиента, поиграть в разных клиентов. Клиенты бывают разные, специфические клиенты, там, не знаю, там, которые жалуются на близких, которые скептичные клиенты, ещё какие-то. Ну, обычно все очень хорошо справляются с этой задачей. Естественно, мы не играем в себя, потому что, ну, тут есть какие-то связанные с безопасностью, конфиденциальностью вопросы, но поиграть в клиента, поиграть обязательно, побыть в роли психолога-консультанта, очень важно, получить живую реакцию потом от клиента. Есть ещё третье лицо, обязательно наблюдатель. Наблюдатель, который смотрит, что происходит между вами, да, что происходит в процессе. И у него роль не менее волнительная, потому что он должен это как-то фиксировать и дать потом очень качественную обратную связь. Потому когда мы в жизни, да, начинаем практиковать, клиент нам потом и не вернётся и не скажет, вы знаете, вот вы мне здесь задали не тот вопрос, потом вот здесь как-то я вот почувствовала тут какой-то, вот, не знаю, там, укор там с вашей стороны, или там неодобрение. Вот этот вопрос мне вообще показался неуместным или ещё что-нибудь такое. Он нам никогда это не вернёт. Он просто уйдёт, и всё. Он пропадёт для нас, возможно, и мы там будем не понимать до конца. Мы ему там помогли, и он ушёл, или мы ему не помогли, и он ушёл. А здесь, конечно, это очень ценный материал, очень ценная информация, когда тебе другой человек может дать такую живую обратную связь и сказать, что ты сделал там, что ему подошло, а что не очень. Тогда мы это можем воспользоваться, использовать это уже в своей дальнейшей работе. Ну и наблюдатель тоже может какие-то вещи подметить, которые ты просто не можешь следить за всем, когда ты сел в кресле консультанта и за собой, и за другим, и за процессом. Это довольно сложная задача. Поэтому вот так потихонечку, такими практическими, отработкой вот таких практических задач мы этим и занимаемся. То есть получается, что в процессе обучения начинающий психолог он выступает и в роли клиента, и в роли психолога, и в роли наблюдателя тоже в этой тренинговой форме, а за ними наблюдают педагог. Ну, конечно, группа обычно не из трёх человек. Обычно просто собирается обратная связь из троек, и это является уже предметом обсуждения всей группы. Потому что кто-то видит совпадение, кто-то говорит, «А у нас всё было не так», и начинает рассказывать, как это было у них. Это дополнительная информация, которую можно обсудить, и из этого сделать какие-то полезные выводы. И получается, что психолог вырастает не только из теоретических знаний, не только из своего личного опыта, но в том числе и из вот этого взаимодействия. Качество этого взаимодействия, наверное, очень зависит от того, где ты обучаешься, насколько профессиональны твои учителя и педагоги. Конечно, конечно. И потом нужно учитывать, что есть же всё-таки специализации некоторые. Потому что если мы говорим об индивидуальном консультировании, это один аспект, и важно, чтобы тут был специалист именно в этой области. Если мы говорим про семейное консультирование, там совершенно другой подход, это системный подход. И быть специалистом во всех областях довольно сложно. Поэтому здорово, если, например, есть специалист, который именно обучает этому виду консультирования. Поэтому соответствующий набор дисциплин. Вот если говорить о наборе дисциплин, мы знаем, что базовое психологическое образование сегодня не даёт возможности именно консультировать. То есть ты можешь выступать помощником психолога или социальным психологом где-то в какой-то организации. Но чтобы перейти именно к консультированию как практике, необходим уровень магистратуры. Вот насколько действительно это соответствует реальности, что вот именно в магистратуре ты обретаешь вот этот нужный набор, извините, компетенций? Ну, безусловно, магистратура – это всё-таки уже специализация. Если мы говорим о магистратуре и, предположим, по психологическому консультированию, то там как раз и предлагается практиковаться, там много практики, естественно, помимо теории, такой же более узкой, в различных видах консультирования. Это может быть, как я уже сказала, семейное консультирование, это может быть консультирование психосоматических больных. То есть это всё-таки разная... Это возможность, скажем, студенту магистратуры даже почувствовать и понять, в какую сторону он лучше двигаться. Потому что редко бывает, что консультируют и зависимых, и таких... То есть это всё-таки специализация. То есть это такой веер, когда ты действительно можешь попробовать себя во всём этом, то есть получить и теоретическую, и практическую подготовку, и понять, что тебе вот прямо туда. Поэтому здесь как бы без специализации никак. Вот, друзья, мы как раз исчерпали время нашего включения, и Любовь Викторовна как раз преподает в том числе и в рамках магистрской программы «Психологическое консультирование» в РХГ. И, соответственно, вы можете составить представление, что если вы думаете углубить свои знания в этой области, то все эти аспекты действительно вам пригодятся. Спасибо, Любовь Викторовна. Спасибо вам. Спасибо, друзья. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»!